Мы видим с вами, что обстановка меняется практически ежедневно и, к сожалению, не в лучшую сторону. Увеличивается число заболевших людей, причём всё больше случаев именно тяжёлого протекания болезни. Именно тяжёлого. Уже отмечал, что ближайшие недели станут во многом определяющими. А значит, все наши действия, имею в виду и профилактические меры на местах, и организацию работы всей системы здравоохранения, должны быть выстроены оптимальным образом. Второе. Для того, чтобы и дальше действовать на упреждения, а нам, несмотря на то, что ситуация лучше не становится, всё-таки пока удаётся действовать именно таким образом, нам нужен хороший профессиональный прогноз. И не только среднесрочный или долгосрочный, но и на период ближайших 3-7-10 дней. Я прошу правительства вести и постоянно обновлять такой прогноз, исходя из реально складывающейся обстановки. И прошу докладывать мне об этом ежесуточно. Третье. Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные, с тем, чтобы гибко, оперативно корректировать стратегию и тактику наших действий. В первую очередь, по оказанию медицинской помощи гражданам, разумеется. Вы знаете, что военнослужащие Министерства обороны работают достаточно эффективно за границей, помогая нашим коллегам за границей бороться с этой инфекцией. У них накоплен значительный опыт уже работы в достаточно сложных условиях. Нужно этот опыт, безусловно, использовать и иметь в виду, что все возможности, в том числе возможности Министерства обороны Российской Федерации, если это потребуется, конечно, могут и должны быть задействованы и здесь. Министерство обороны работает, повторяю, достаточно эффективно. Это только малая толика того, что у Министерства обороны есть что-то действовано за рубежом. Основные резервы находятся пока в резерве, поэтому будем иметь это в виду. И также будем иметь в виду и то обстоятельство, что на выделенные дополнительные деньги Министерство обороны развернуло практически уже работу во многих регионах Российской Федерации для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе. Продолжение следует...